В Челнинских высотках начались проверки. Пожарные проверяют наличие и исправность системы оповещения, которые должны сработать в случае чрезвычайной ситуации. Сегодня спасатели побывали в доме 24-04. Они не только протестировали датчики, но и провели с собственниками квартир профилактические беседы. Система дымоудаления, рукава, сигнализация, внутренний пожарный водопровод – все это должно быть в жилых домах выше 11 этажей. В квартирах обязательно наличие датчиков, реагирующих на повышение температуры и дым. Они срабатывают за считанные секунды, оповещая тем самым жильцов о возможном возгорании. Правда, о его предназначении знают не все собственники. Ну, от этого, наверное, от температуры. Это сразу выходит у вас непосредственно на пульт диспетчерства. Ну, такой же у нас, когда заселили, стоял уже. Показания датчиков отображаются в единой системе противопожарной сигнализации. Зелёный сигнал означает, что прибор работает. В доме нет возгорания. При повышении температуры в квартире, либо задымлении в общем коридоре, сработает один из этих приборов. Соответственно, мы увидим этаж, загорится красной лампочкой. Сигнал передастся через этот прибор в центральную диспетчерскую. На компьютере у них также отобразится адрес. Следят за исправностью приборов сотрудники управляющих компаний. Летом датчики проверят один раз в месяц, зимой – еженедельно. Со специализированной организацией производим рейд, осмотр, как срабатывают датчики. Если, значит, идут нарушения, тут же сразу и выявляют, устраняют. В доме 24-04 никаких нарушений выявлено не было. Но не во всех высотках всё так хорошо. В ходе таких проверок бывает то, что устаревшая автоматическая пожарная сигнализация, неисправная система дымоудаления. Также бывает, что заблокированный пожарный водопровод, нет воды даже в нём не только, он не укомплектован, воды не бывает в нём. При выявлении нарушения выписывается предписание с требованием устранить их в течение 60 дней. В противном случае вся информация направляется в прокуратуру. Что касается рейда, который стартовал сегодня, то проверка челнинских высоток на соответствие требованиям противопожарной безопасности завершится на этой неделе.